Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ, сегодня я буду сооружать штуковину, которая будет добывать щелочные металлы, такие как натрий, калий, короче эту штуку я хотел собрать очень давно и вот добрался. Перегонять натрий и калий я собираюсь из расплавленной щелочи калиевой и конечно натриевой, такой вот как в этих пакетиках. Сами понимаете, щелочь это очень агрессивная среда и потребуется очень надежный корпус. Я затарился кусками труб разного диаметра, которые придется обильно обработать сварочным аппаратом. Самая большая труба будет чем-то вроде кастрюли, в которой будет плавиться щелочь, нужно только приварить к ней дно. Выравниваю поверхность так, чтобы зазоры были как можно меньше. Теперь сначала прихватываю трубу в нескольких местах, а потом обвариваю стык в несколько проходах, чтобы получилось герметично. Да, люблю создавать всякие такие штуки, вообще заниматься любимым делом это очень важно, потому что если прикинуть, то получается, что примерно четверть года мы проводим на работе, а если к этому добавить еще время на сборы, на дорогу, вспомнить, что примерно треть года мы проводим во сне, то остается совсем мало свободного времени. Уверен ли ты, что не тратишь это время впустую и работаешь там, где тебе действительно хочется? Если сомневаешься, то приходи на бесплатный марафон профессий от Скиллбокс, овладей новой профессией и получи работу, которую действительно полюбишь. Скиллбокс это онлайн университет, тут можно обучаться по самым востребованным на данный момент направлениям. В Скиллбокс сейчас идет новогодний марафон по трем профессиям будущего – веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Марафон бесплатный, но доступен по регистрации, торопитесь, большую часть билетов уже разобрали. Не упустите свой шанс стать перспективными специалистами. Ведь в декабре Скиллбокс собрали для вас самых крутых представителей профессии. Вебинары будут вести эксперты из Фейсбука, Авиасейлс, Вконтакте, Букинг, Майкрософт, Фейсбук и другие. Всех участников марафона ждут подарки от партнеров Скиллбокс, подарки придут на почту после регистрации, а тех, кто дойдет до конца марафона, ждет квиз, победители которого получат гаджеты Apple. Ну а теперь сделай свой осознанный выбор, зарегистрируйся на бесплатный марафон по ссылкам в описании к этому видео, овладей новой профессией и получи работу своей мечты. Сварочным я пользуюсь ничи, а ста шов получался страшный, с дырками, но за пару проходов получилось заварить так, чтобы кастрюля держала воду. Потом приварил еще один кусок трубы к другому стальному листу. Эта деталь вроде как вставляется внутрь. Далее потребовалось проделать отверстие в крышке по размеру трубы. Такого сверла у меня нету, поэтому пришлось высверливать малым сверлом по всему периметру. Выступающие острые края снял фрезой. Не слишком ровно конечно, но на скорость не влияет так что пойдет. Кастрюлька и крышка готовы, крышка вставляется так чтобы внизу получался зазор, хотя бы пару миллиметров. Теперь нужно как-то закрепить вот этот обрезок трубы, это будет электрод. Мало того что он должен находиться внутри, так еще он не должен касаться никаких металлических частей. Задачка не простая, тем более если учитывать что там внутри будет еще и расплавленная щелочь, которая растворяет все доступные мне материалы, а те которые не растворяют, те плавятся потому что температура будет выше 400 градусов. Короче решил я подвесить электрод на трех стержнях. Стержни будут проходить через отверстия в крышке и все бы ничего, но нужно хоть немножко загерметизировать отверстия, чтобы предотвратить свободный воздухообмен. Ведь калий не должен контактировать с воздухом. Изоляторы я все таки решил сделать из стекла. Понятно что стекло растворяется в щелочи, но есть надежда, что до верха щелочь не доберется и хотя бы верхние кусочки стекла останутся и будут изолировать электрод от корпуса. Теперь осталось приделать кусок трубы через который будет вытекать калий. Рассверливаю отверстие и вставляю трубу. Она заходит плотно, но все таки лучше обварить. Получается самый настоящий танк, трубу нужно слегка загнуть чтобы она была под наклоном. Во, теперь получился грустный танк. Чёртова китайская га… Как тебя, как тебя надо подключать-то? га… Сквозит изо всех щелей вообще. Есть давление… Пламя какое-то странное, не такое как должно быть. Почему она не синяя? Жесть какая-то. Вроде настроен… Лучше закрыть баллон от греха подальше. Ну наконец-то можно проверить агрегат в деле. Засыпаю калийную щелочь и плавлю ее. В расплавленной щелочи растворилась ржавчина и получилась какая-то темная жижа. Я опускаю два электрода под напряжением в расплав и на одном из электродов должен образоваться калий. Да, так и есть появляются красные искры, так сгорают маленькие капли калия. Чтобы он не сгорал нужно получать его без контакта с воздухом. Чтобы закрыть мой перегонный куб пришлось дождаться его остывания и нанести по периметру высокотемпературный герметик. При нагревании он надежно застынет и воздух внутрь не проберется. А дуло заткнув таропластовой пробкой, она выдерживает до 300 градусов. В качестве источника тока буду использовать свой сварочный аппарат. Как видим у него есть и плюс и минус. На минусе будет образовываться калий, в середине я подвесил кусок стального профиля и на него подключаю плюсовой контакт. Сварочные провода я поменял местами для удобства. Вроде все заработало и что-то там булькает, в таком состоянии я оставил прибор на несколько часов. Через какое-то время все это начало выглядеть вот так. Кругом зеленые наросты, похожие на кораллы или на лес на берегу озера. Красота! Но пора посмотреть получилось ли хоть что-нибудь. Пробку вынимаю, подставляю колбу и доливаю расплавленные щелочи в агрегат. Чет не течет, видимо в трубу попадала щелочь и застыла внутри. Нужно подогреть. Ух, полилось. Да только что-то калия не видать. Зато водород есть. Короче, что-то пошло не так. В колбе только щелочь с растворенными в ней зелеными соединениями железа. Я рассчитывал, что из этой установки калий должен палиться ручьем, прям как после соленых огурцов с молоком. Но не тут-то было, установочка не сработала. Калий все-таки слишком активный металл и, как вы ранее видели, он вообще сгорает на воздухе. Короче, сейчас буду переделывать вот эту шайтан-машину и буду пытаться получать натрий. Натрий у меня уже получалось раньше добывать. Думаю, и в этот раз получится. Если получится с натрием, то может быть тогда уж получится и с калием. Так, перегонный куб 2.0 готов. Лишняя вода. Итак, какие уж тут есть улучшения. Выпускная трубка сильнее загнута и укорочена. Еще она срезана под углом, чтобы проще было колбу надевать. Вот здесь имеется, как бы это назвать, купол для сбора щелочного металла. Вот здесь есть смотровое отверстие, через которое будет вставляться электрод. И всегда можно будет контролировать. Замкнуло его, не замкнуло. Посмотреть, что там вообще выделяется, чего-нибудь не выделяется. Понятное дело, что через это отверстие будет попадать в воздух. Поэтому скорее всего калий добыть не получится. Если я придумаю, чем заизолировать так, чтобы было и герметично, и чтобы не растворялось в щелочи, то тогда можно будет попробовать и добыть калий. Но натрий не такой активный, поэтому с натрием получится. Один электрод устанавливаю под куполом так, чтобы он ничего не касался. А второй электрод будет его окружать. В этот раз я буду плавить натриевую щелочь. Щелочь расплавилась и можно подать напряжение. Машина работает, но что-то опять не так. Короче тыкался я тыкался, электроды по разному шевелил, менял полярность, но никак не хочет натрий получаться. А вот если взять стеклянную трубку и электрод поместить внутрь, то все получается. Капля натрия плавает на поверхности щелочи. Мистика какая-то. Почему под куполом не получается? Решил я попробовать собирать натрий по одной капле. Собирать натрий буду вот в такую жидкость. Это жидкость для розжига, она состоит из жидких парафинов. Натрий в ней может спокойно храниться. Важно чтобы два электрода были далеко друг от друга, потому что на втором электроде образуется вода. А она реагирует с натрием и быстро его растворяет. В принципе вот так по одной капле я и получал натрий раньше. Технология мягко говоря не очень продуктивная. Тем более что натрий получается заключенным в каплю щелочи, и из такой капли его выплавить будет ну очень тяжело. Не знаю с какой попытки, перепробовав множество вариантов, я все таки нашел способ как получать натрий в более менее существенных количествах. Секрет оказался прост, нужно было сунуть туда болт шляпой вниз. За счет большой горизонтальной площади поверхности на электроде может образоваться большая капля натрия. Но это только в том случае если металл хорошо прогрелся, и если он будет недостаточно нагрет, то на нем будет появляться множество мелких капель. Если погрузить электрод на 20 секунд в расплав, то можно получить достаточно большой кусочек заветного металла. На сварочном аппарате я поставил минимальный ток, всего 20 ампер. Каждые 20 секунд я вытаскиваю по одной капле. Это похоже на рыбалку, но только тут всегда клюет. Немного потренировавшись у меня начали получаться большие капли постоянно. Я решил взвесить пару кусков натрия, которые получил. Взвесил чуть больше одного грамма, это с учетом того, что на них есть небольшие кусочки застывшей щелочи, и натрий покрыт слоем парафинов. Короче, тут примерно грамм чистого металла. Чтобы вы себе наглядно представили, натрий имеет плотность примерно 1 грамм на кубический сантиметр. То есть если собрать эти капли в один кусок, то получится 1 кубический сантиметр. Такой кусок натрия у меня получилось добыть меньше чем за 10 минут, и я считаю что это неплохой результат. Все капли натрия теперь необходимо разогреть, чтобы металл расплавился. Натрий плавится при температуре в 97 градусов, так что сильно греть не придется. Расплавленный металл легко собирается шприцем. И я хочу запечатать его в ампулу, для этого подготовлю пробирку. Предварительно разогрею ее и вытяну так, чтобы получилось утончение. В растянутом месте стекло становится более тонким, и его позже будет легче расплавить не перегревая содержимое ампулы. Весь собранный натрий снова разогреваю до расплавления. Натрий легко разбить на несколько капель, но вот собрать из них одну большую каплю сложновато. Каждая капля покрыта слоем парафинов и капли не могут дотянуться друг до друга, чтобы слиться в одну большую каплю. Переливаю натрий с остатками парафина в подготовленную пробирку. Пока натрий падал в пробирку он снова разбился на несколько капель, но ничего страшного. Потом можно будет снова расплавить его внутри пробирки, если сильно захочется. Теперь нужно аккуратно запаять пробирку. Она все еще горячая и приходится держать ее в перчатках. Это не очень удобно я вам скажу, пары парафина горючие и поэтому периодически выгорают. Ну вот и все, ампула готова. В такой ампуле натрий можно хранить долгие годы. Оставшиеся куски натрия, которые не получилось собрать нужно обезвредить. Эти маленькие кусочки пожароопасны, поэтому нужно по одному закинуть их в воду. Оставшийся шлак с мелкими кусками натрия вместе с остатками парафина я вылил в воду и кажется я нашел отличный способ как можно выплавлять натрий из шлака. Когда натрий касается воды происходит сильный нагрев, натрий плавится и всплывает, а когда всплывает то попадает в слой жидких парафинов и перестает касаться воды. Остывшие капли натрия можно легко достать из парафина пинцетом и сплавить их в один большой кусок. Схема с натрием работает, теперь можно попробовать то же самое, но уже с калием. Снова засыпаю калиевую щелочь и плавлю ее. После расплавления необходимого количества нужно немножко подождать, чтобы из щелочи вышли остатки растворенной воды. Даже небольшое количество способно свести на нет все попытки. Даже несмотря на то, что я полностью опробовал способ на натрий, потренировался и так сказать набил руку, с калием такой фокус не проходит, сколько раз бы я не пытался, но не получил ни малейшего намека на каплю металла. Как только щелочь разлагается с выделением калия, в ней образуется вода, которая снова вступает в реакцию с калием. И из гидроксида таким образом металл вытащить к сожалению не получается, нужно искать какое-то другое легкоплавкое соединение и добывать металл из него. Калия нет, но зато есть красивая дуга, кстати она так красиво горит благодаря тому, что в ней сгорает как раз таки неуловимый калий. Ну что ж на этом у меня все, не забудьте поставить лайк если вам понравился этот эксперимент и записывайтесь на бесплатный марафон профессий на скиллбокс. Вы смотрели Огненное ТВ, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok